Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду неудержимо и совершенно осознанно хвастаться. Буду хвастаться, потому что зацвела стрелица. А-а-а! Наконец-то! Это случилось на четвертый год. Путь был сложным. Сколько раз я порывалась ее убрать в компостную кучу, это прямо не сосчитать. Рассказываю по порядку. А четыре года назад была куплена маленькая розеточка, вот продают голландские стрелицы, вот с таким вот пластмассовым цветочком воткнутым. Ну, я типа прочитала в интернете, на второй-четвертый год она у вас зацветет. Но сразу надо было напрячься, потому что голландские цветы, они в основном, ну, голландцы они затейники, и они, конечно, рукастые, и цветы они продают или на декоративные особенно, или на цвету, ну, или плодовые там с плодами. А вот стрелицу они не могут за короткое время заставить свести. И это уже должно было навести на мысль, что ничего быстро не будет. Зацвела она только на четвертый год. А наросли розетки за эти четыре года. Так, вот раз, два, три, вот четыре розетки, то есть плюс три розетки, да, казалось бы, в этом году, опять же таки, должны были зацвести, ну, то есть из каждой розетки по цветочку. А получилось, что нет, цветочков всего два. Вот так вот выглядит бутон, и вот здесь вот она распускается. В принципе, кстати, если сравнивать вот с этим цветочком пластмассовым-то, они прямо очень похожи. Вот пластмассового, здесь как раз вот этих три цветочка, здесь пока у меня два, не удержалась, хочу хвастаться, не удержалась. Хотя там вот видно, что и третий будет. Расскажу чуть-чуть о ее содержании. Сложная она какая-то, прямо вообще сложная. И у меня с ней были прямо какие-то большие проблемы. В этом большом горшке она у меня в год всего растет. Вот горшок я меняла, ну, в смысле, объем горшка два раза. И на зиму я ее таскала в дом. Я ее таскала в дом, там зимой она плохо себя чувствовала. Листья, посмотрите, вот какие листья. Вот это тоже ошибки в уходе. То есть, вот понимаете, листья, они не расправлялись. Такое ощущение было, что вот они вот внутри, вот эта розетка их сдерживает и не дает вот им раскрутиться в полную силу. Я у девчонок, вот у садоводов украинских подсмотрела. Они про бананы рассказывали, что банан вот так вот шебуршат его, ну, вот у основания, как бы раскручивают и дают листьям выбраться. Потому что сама розетка так сдавливает листья, что вот они получаются вот такие вот все косые, кривые. Вот, вот у меня есть лист. Вот, ну, а видите, так как растение у меня долго не цвело, и оно не цветущее, я его покупала как бы вот из-за ланцевидных красивых листьев. Но получилось, что не совсем они у меня красивые-то получаются. Вот такой листочек уродился, вот что это было. И тоже я прочитала, что все-таки стреливцу нужно на очень долгое время оставлять в покое. Вот такие вот непонятные листья, совершенно не декоративные, не цветет. И думаю, все, ну, сил моих больше нет это все терпеть. А в этом году, когда вот мы построили именно вот эту вот загородочку, типа зимний сад, но ночная температура в нем, как окружающая среда. И она у меня ночевала, в смысле зимовала именно по холоду. И я ее за зиму ни разу не полила. Вот ни разу не полила и в прохладной, довольно-таки в жесткой прохладной зимовке. И вот, наконец-то, может быть, и это сработало, плюс еще все-таки 4 года прошло. Она у меня набрала бутоны. Как только набрала бутоны, пластмассовый цветочек я этот сразу убрала. А, кстати, еще стрелится она на срезе, она тоже оранжевого цвета. Я вот срезала вот здесь листочек, и у него срез был ровно оранжевого цвета. Интересный. Ну все, я уже ее полюбила, она мне нравится, потому что вот этот цветок распускается уже почти месяц. За ним пойдет второй, то есть она у меня в течение двух месяцев будет довольно-таки декоративна. Это, ну, как бы хорошее соотношение. Ну, опять же-таки, мне стрелицу я заводила именно вот, чтобы придать тропический флор именно листьями. Вот ланцевидные листья такие, знаете, чтобы было похоже, ну, на какую-нибудь алаказию там, ну, или на банан. Можно было, в принципе, и бананы завести. Но мне вот все-таки стрелица королевская не очень нравится по листьям. И для этого я купила стрелицу Николая. Вот у меня парочка стрелицей Николая. Вот один и второй. Я их посадила в... Вот они, кстати, тоже молодые. Вот это из тех растений, которые одна розеточка. У него уже пошел лист. И вот опять же, смотрите, вот здесь фонарик висит, вот у него уже лист закосячился. Сейчас я вот этот фонарик уберу, чтобы он не мешал. Все, фонарик отодвинули. Опять же-таки, вот видите, вот здесь вот ствол мешает, и листок заворачивается. Вот надо его расправлять или вот не надо его расправлять. Ну, листья красивые. Листья красивые, большие. Видно, насколько она крупнее, чем стрелицая королевская. Посадила я ее в высокий горшок, потому что корень у нее вот такой спиралью идет вниз, нарастает вниз. И написано, стрелицая Николая может вырасти до 6 метров. Ну, допустим, 6 метров мне, наверное, многовато. Вот 3, я бы прямо согласилась. Написано, что зацветает она на 7-й год. Так что я прям не знаю, зацветет она или нет. А второй вопрос, доживу ли я до этого или нет. Но по листьям она мне, конечно, нравится больше. У нее тоже будет прохладная зимовка. Но мне что-то кажется, когда я ее садила, мне казался горшок этот большой-большой-большой. А сейчас вот, да та же она просто один лист выправила. И мне уже что-то кажется, что он, ох, совсем маловатый. На солнце вот листья вот так вот сворачиваются. Вот такой вот трубочкой. А когда вечером солнце заходит, листья опять расправляются. Вот такая вот история. Посмотрим, как оно все будет. Я думаю, этой стрелицей тоже надо будет устраивать. Прямо каникулы не поливать. И в прохладе держать. Насчет подоконника дома, в квартире, зацветет ли она? Не знаю. Было бы даже интересно, если у кого-то цветет. Ну, прямо даже интересно. Хвастайтесь. Пожалуйста, похвастайтесь. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.